В эфире телекомпания Город. Программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Леся Харлина. Смотрите сегодня. Криминальный квартет. На въезде в Рязань задержали автомобиль с четырьмя тысячами патронов. В причастности к незаконному обороту боеприпасов подозреваются два жителя Рязанской области в возрасте 33 и 29 лет и два жителя соседнего региона в 34 и 33 лет. Пойманы с поличным, двумя каналами распространения синтетических наркотиков стало меньше. Брал партию, там, например, 50 грамм. Продавал. Какого? Маленькими частями партию. Маленькими пузами. Шесть пунктов и ряд поблажек. В СИЗО действуют новые правила внутреннего распорядка. Запрещено выражаться нецензурной бранью. По данным МВД России, в стране более пяти миллионов человек владеют оружием. То есть, примерно у них на руках находится более шести миллионов единиц. И по-прежнему незаконный оборот оружия является главным катализатором преступности. Сейчас рязанские полицейские выясняют, для какой мишени предназначалась изъятая на днях крупная партия патронов. Тяжелые сумки, металлические коробки и большое количество боеприпасов. Такой багаж перевозил подозрительный квартет в своем автомобиле. Информацию о том, что четверо мужчин располагают незаконным грузом, поступила к сотрудникам уголовного розыска накануне. Злоумышленников задержали у гостиницы на въезде в Рязань. В причастности к незаконному обороту боеприпасов подозреваются два жителя Рязанской области в возрасте 33 и 29 лет. И два жителя соседнего региона 34 и 33 лет. Полицейские изъяли более 4000 патронов. Уголовное дело, которое возбуждено в отношении злоумышленников, расставит все точки над «и». В Российской Федерации создана достаточно правовая база, регулирующая право отношений в этой области и позволяющая вести активную борьбу с хищениями и незаконным оборотом оружия. За наркодилерами охотятся во всем мире. Полиция отслеживает их передвижения, связи, продажи. Тюрьмы переполнены наркопродавцами, однако проблема решается очень тяжело. Слишком большие прибыли приносит этот бизнес на крови. И наркокурьеры, даже зная о грядущем наказании, не торопятся бросать свое занятие. Целая спецоперация была разработана оперативниками для поимки розничного продавца наркотиков. В гаражном кооперативе на окраине Рязани 26-летний житель Шиловского района забрал из импровизированного тайника объемный сверток с веществом бурого цвета. Экспертиза установила, что в самодельной упаковке хранилось более 315 граммов наркотического вещества синтетического происхождения. По предварительной информации, наркотики злоумышленник приобрел через интернет и планировал сбыть их небольшими партиями. А сотрудники как задержали? Вот я забрал, я забрал. Тут прям на выходе, да? Преступники забывают о главном. В интернете трудно найти тех, кого не разыскивают. Сегодня просторы благосферы подвергаются едва ли не большему мониторингу, чем остальные каналы связи. Еще одного злоумышленника, причастного к наркобизнесу, задержали на окраине города. Мужчина не стал отпираться и честно рассказал оперативникам, что около года сам принимает запрещенные препараты, а в остальное время продает товар небольшими партиями. Недавно полицейские стали фиксировать появление в разных местах спального района на окраине Рязани небольших количеств синтетического наркотика. В системе распространения чувствовалась одна и та же рука. По характерным особенностям оперативники предположили, что за этим стоит один человек, скорее всего местный молодой мужчина. Задержанному 29 лет. В ходе осмотра у него обнаружили два вида наркотиков общей массой 55 граммов. А какие вещества ты продавал? Спайс. Только спайс. То есть брал партиями, например, 50 грамм и продавал менее маленькими частями партиями, маленькими пузами. А сколько одна доза стоила? Тысячу. А сам употребляешь наркотики? Чисто спайс употреблял. Пойманные с поличным все как один с ехидной ухмылкой говорят о том, что с таким опытом пора завязывать. Но вот боятся чаще неразрушительных последствий употребления наркотиков, а уголовного срока. А еще считают, что их бизнес добровольный и обоюдный. Покупатель сам решает, что ему нужно и в каком количестве. Монета, конечно, двусторонняя, но вот падает она, как правило, одной и той же стороной. Следующее преступление настолько заурядное на фоне остальных, что самое интересное в нем финал. Какое же наказание назначить сотруднику ГИБДД, занимавшему руководящую должность, за использование корпоративной топливной карты в личных нуждах? Материал был направлен в следственное управление и по результатам определенной проверки было возбуждено уголовное дело. В настоящее время дело находится на рассмотрении в суде и по результатам его рассмотрения будет вынесено решение. В январе этого года Минюст утвердил новые правила внутреннего распорядка в следственных изоляторах. В списке запретов появилось шесть дополнительных пунктов. Например, новоиспеченным узникам придется забыть жаргон и общаться на литературном языке. Появился ряд поблажек. Об этом мы поговорим сегодня в правовом поле. Теперь арестанты должны соблюдать не только правила гигиены, но и содержать одежду, постельные принадлежности и санузел в чистоте и порядке. Новые изменения в СИЗО. Подозреваемые и обвиняемые могут приобретать продукты питания и предметы первой необходимости по безналичному расчету. А также издание периодической печати и литературы через администрацию следственного изолятора. Какая литература будет недоступна для арестантов? Это порнографические снимки данной периодической печати, ну и другие запрещенные. Какие товары и предметы, купленные в магазинах СИЗО родственниками подозреваемых и обвиняемых, не подлежат досмотру? Приобретенные продукты питания и предметы первой необходимости, а также табачные изделия, приобретенные в магазине следственного изолятора, они не подлежат досмотру. Сразу передаются указанным лицам. Значительно расширен список вещей и предметов. Электрические чайники, что ранее было запрещено, гель для бритья, гель для душа, дезодоранты. Но дезодоранты, кроме аэрозольной упаковки, это шариковые дезодоранты. Также расширен список одежды и обуви и медприборов. В каком случае будет нарушаться целостность продуктов и товаров? Продукты питания могут разрезаться на части и перекладываться в подменную посуду в случае обнаружения в них запрещенных предметов. Или по иной поступившей информации, что в данных продуктах питания, табачных изделиях имеются запрещенные предметы и вещества. Лица, содержащиеся под стражей, могут пользоваться некоторыми электронными устройствами, не имеющими выход в интернет и съемных носителей. В основном это все средства, которые стоят на балансе следственных изоляторов. Данными изменениями, скорее всего, было предусмотрено, что они могут пользоваться электронными книгами. То есть, чтобы пользоваться этой книгой, посмотреть законодательства, которые будут уже заложены на память носителя данной электронной книги, или какая-то художественная литература. Важные ограничения. Это, прежде всего, на общение между собой и общение между администрацией. Осужденным, подразумеваемым, обвиняемым запрещено выражаться нецензурной бранью. Также запрещено закрывать глазки и средства видеонаблюдения, которым оборудованы практически все камеры, для обеспечения, прежде всего, режима и предотвращения каких-либо несчастных случаев. При систематическом нарушении правил арестанту объявят выговор с занесением в личное дело или на 15 суток посадят в карцер. Как-то мы привыкли думать, что профессия, какой бы она ни была, дело уважаемое, в том числе и в криминальных кругах. Мы решили вспомнить, чем медвежатники отличались от щипачей и во что все это превратилось в наши дни. Медвежатниками называли тех, кто без труда взламывал сложные банковские сейфы. Причем, как ни странно, но специалисты такого рода исчезли еще до Великой Отечественной войны. А они пользовались безоговорочным авторитетом в местах не столь отдаленных. С появлением сложных сигнализаций это стало довольно шумным занятием. Правда, не раз выручала болгарка, но к чему столько хлопот? Сегодня в некотором смысле медвежатников вытеснили хакеры, одним кликом забирающие кругленькие суммы со счетов толстосумов. А год назад, например, грабители, что называется, с корнем вырвали банкомат, погрузили его в машину и были таковы. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. В Советском Союзе самое резонансное ограбление было в 1977 году. Тогда из Ереванского банка забрали полтора миллиона рублей. В выходной день воры пробили дыру в хранилище, спустили раскрытый зонтик, чтобы куски перекрытия падали бесшумно и спокойно забрались в закрома. Карманники есть и сейчас, но класс у них, считают ветераны уголовного розыска, гораздо ниже их предшественников. Таких проворных щипачей сегодня и не найти. Кошелек у гражданки украл. Украл. Кошелек, Кошелек, какой Кошелек? На, боси. Исчезла элегантность, с горечью говорят даже сыщики. Если раньше были кражи, то сегодня чистой воды грабежи. Еще увече нанесете, это статья 146. 15 лет. Тут уже моя защита не поможет. Лучше я так отдам без сопротивления. Вот, пожалуйста. Статья 145. Решение свободы до трех лет. В дореволюционной России квартирные кражи считались низкопробным ремеслом. Лишь начиная с 50-х, 60-х годов, домушники вышли в почетный ранг блатного мира. Милицейская статистика свидетельствует, что каждая вторая кража индивидуального имущества совершалась из квартиры. Многим домушникам помогал наводчик. У вас же двое. Двое. А это уже статья 146, пункт А. Шайка, групповой разбой. Неужели вы один не могли справиться? Вору порой достаточно взглянуть на входную дверь или окна, чтобы выбрать подходящую квартиру. Часто наводчики используют так называемый хоровод. Вначале они расклеивают в подъездах объявления следующего содержания. Уважаемые жильцы, 16 ноября будет проводиться дезинфекция мусоропровода от грызунов и насекомых. Далее жильцам предлагается обработать входные двери и отдушины имеющимися средствами от тараканов. 16 ноября наводчик, обычно молодая симпатичная девушка, ходит по квартирам и повторяет объявления. Такая процедура никого не удивляет. Жильцы все знают заранее. Минутного разговора и мимолетного взгляда на дверное устройство достаточно, чтобы определить финансовое положение семьи, тип входных замков, наличие сигнализации и прочего. Похищенные вещи вор сдавал барыгам, скупщикам краденого, которые сотрудничали не только с домушниками, но и с другими похитителями частной собственности. Старые воровские барыги предпочитали держаться воров и опасались бандитов. Нынешние покупают все подряд, у всех подряд. Да и кражи часто происходят на глазах у хозяев. А вот вы, молодой человек, сами же затрудняете свою защиту. Ну что это такое? Это же пистолет. Вам грозит пункт Б статиста 146 о применении оружия. Опять-таки 15 лет. Суд, профискация. Кражами из государственных учреждений, магазинов, сберка, с бухгалтерией и так далее занимались шнифера и медвежатники. Обычно их интересовали сейфы, которые медвежатники открывали отмычками, а шнифера путем взлома. Знаменитая питерская банда Гриши Краузы, бомбившая в 20-х годах сейфы и несгораемые шкафы по всему Петрограду, состояла из 80 человек. Среди медвежатников в 20-30-х годах прославились москвичи Дорофеев по кличке Тулуп и ростовчанин Борис Петерсон. Последний в прошлом был учителем музыкальной школы. Сегодня технические средства опережают воровское мастерство. Правда, и богачи предпочитают хранить свои денежки поближе к себе, подальше от налоговой. Так что периодически они неизбежно находят друг друга. Будьте осторожнее. Вот и все, о чем мы успели рассказать в эти 15 минут. Если у вас есть новые интересные темы для будущих программ, по-прежнему ждем предложений. Удачи на ближайшие 7 дней и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!